В Краеведческом музее Славутича и Чернобыльской АЭС ныне расположена выставка творческих работ «Зеленая сцена» Светланы Аврамовны Зусманой. Чарующие пейзажи, где как будто оживают любимые уголки природы, наполняют ароматами и слегка уловимыми звуками, навеивают воспоминания и словно перемещают нас во времени, позволяя мысленно путешествовать. Я считаю, что живопись должна, конечно, радовать. Она должна приносить приятные эмоции людям. И ни в коем случае не нести негатив какой-то. Негатива у нас и так хватает в жизни. Мне кажется, что картины должны показывать людям, как прекрасна жизнь вокруг нас, как она на самом деле прекрасна. И как, несмотря на то, что я пишу пейзажи, цветы, натюрморты, вроде как жанровые сцены не пишу, но мне кажется, что всё равно нужно помнить о том, что люди должны хорошо друг к другу относиться. И тогда жизнь будет прекрасна вообще везде. Вот вокруг нас везде будет всё хорошо. И мне хочется, чтобы передать вот это моё любование природой, чтобы люди это увидели. Для художника все его работы как дети, любимые и родные. Но есть и особенные, которые по какой-то причине ближе и роднее. Каждая работа, над которой я в данный момент работаю, это и есть картина мечта. Потому что нужно целиком отдаться этой работе. И я никогда не знаю, что у меня получится в конечном итоге. То есть бывает иногда, что не строю обычных каких-то грандиозных планов, просто какая-то обыкновенная работа. А в результате получается, неожиданно для меня происходит какая-то магия. Вот что-то такое происходит, не запланированное мной. Поэтому я не могу планировать, что вот я вот напишу там когда-то. Оно само происходит, вот откуда-то берётся. А может не случится эта магия. Может быть вот работа, ну нормальная, хорошая, красивая работа. Но магия не случилась. И обычно это, вот люди чувствительные, обычно это чувствуют. Вот зрители, даже которые говорят, я не разбираюсь в живописи. Но вот они смотрят и говорят, вот эта картина прям притягивает. А другие вот вроде тоже красивые. Ну вот как-то так, ну люди так смотрят, ну да, хорошо. Поэтому я не могу так сказать, что когда-то я что-то напишу там такое экстра. Этого я не могу предположить, как это будет. Некоторые картины действительно мне, как бы они мне дороже, чем другие по разным причинам. Вот есть крымские пейзажи, которые я очень люблю, просто потому что раньше Крым большое место занимал в моей жизни. Я там много времени провела, там жили мои дети. И, в общем, для меня это такое было важное место. Иногда бывает что-то, вот, я же говорю, магия случается. И эти картины мне дороги, где магия случилась. Вот, они дороги. Ну вот если так вот посмотреть, что здесь. Вот эти маки я люблю. Они мне вот как-то греют сердце. И вот это озеро. Ну, вообще я постаралась на эту выставку выбрать те картины, которые действительно реально мне вот, они мне нравятся. Это же далеко не все мои картины. Просто я выбрала так, вот, которые мне дороги. Вот этот вот мостик тоже я люблю. Его уже нет, просто этого мостика. Там озеро это есть, а мостик развалился, а у меня на картине он есть. Светлана Аврамовна уже много лет работает преподавателем отделения изобразительного искусства в детской школе искусств. Учит юных художников видеть прекрасное и уметь это отражать в своих работах. Самое главное – это желание. Вот если у ребенка горят глаза, и он хочет, значит, все получится обязательно. Это первое, значит, должно быть желание. Это на первом месте. Ну, какие-то способности, допустим, цветовое видение – это, конечно, надо. Это как слух у музыканта. Ну, должен быть, без слуха не получится, правда? Но не все же люди, у кого есть слух, могут стать музыкантом. Должна быть способность к труду. К труду изо дня в день. Большому труду. Нужно об этом помнить. То есть сказать, он способный, он сам нарисует. Нет, ничего не нарисует. И четвертое – это должно быть что-то внутри у человека, что он хочет показать. Если этого нет, то это будут просто механические умения. То есть вот он умеет нарисовать там это, это. А для чего ему это? А ни для чего не нужно. Вообще не нужно. Просто лишнее умение в жизни. Надо, чтобы внутри было что показать. И вот родителям я всегда советую, вы присматривайтесь, прислушивайтесь вот по этим критериям. Вот если все это есть, это значит, точно ребенок должен заниматься. И вы должны ему помогать, просто вот, просто помогать, поддерживать. Мы также посетили выставочный зал детской школы искусств, где расположены работы учеников школы. Выставка называется «Контрасты». В данном случае это контраст черного и белого. Выставка графических работ. Вот мы поставили такую задачу детям, что тема может быть любая. Вот ограничена только техника исполнения. Должна быть графическая работа. Тут есть несколько вариантов. Или это тушь, или это черная гуашь. Тушь-перо есть, тушь-кисть. И есть немножко с вкраплением цвета. Потому что, ну, мы детям рассказываем, что графика бывает не только черно-белая, а бывает цветная. Что дело не в том, что там просто отношение к цвету графическое, оно более такое лаконичное. Работа очень интересная в разных техниках. Вот есть перо. Вот мне очень нравится работа. Этот мальчик маленький, но работа получилась прямо какая-то вот целый микрокосм вообще вот интересная. Вот есть стилизации, которые достойны вообще взрослого художника. Вот просто стилизация, которая настоящая, по-настоящему сделана. То есть дети разного возраста. Каждый по-своему. Вот кто маленький, то там по-своему, конечно, это все понимал. Вот взрослые более по-взрослому к этому относятся. В общем, работы все интересные, так что, пожалуйста, приходите смотреть. И еще у нас есть выставка по прикладной композиции и по лепке. Выставка называется «Творынки». Вот там животные представлены. Но с лепкой занимаются дети в младших классах. Поэтому старшеклассники там не представлены. А малыши все с удовольствием большим, огромным. Лепили котов, собак, лошадей, уже кто там что. Есть даже динозавр. Вот. Так что, пожалуйста, вот можно смотреть. Если вы хотите соприкоснуться с прекрасным, получить неиссякаемый источник положительной энергии, посетите эти без преувеличения замечательные выставки прекрасных работ, которые продлятся тут до 30 ноября. Приходите обязательно. И вы не пожалеете. Субтитры создавал DimaTorzok